Всем привет! Сегодня поговорим про бросок с прогиба, именно с прогиба клюшки. Для чего хоккеисты выгибают? Зачем это надо? Поехали! Итак, что такое бросок под щелкиванием, под биткой? Отвели шайбочку назад, носочком вперед шайбу подтолкнули, затем вес тела кинули на клюшку и на левую ногу, давили и попадаем по шайбе. Ваша сила плюс упругость клюшки дают очень сильный удар по шайбе и соответственно минимальное время на подготовку и шайба летит сильно. Поэтому профессионалы чаще всего его и используют. Как это отрабатывать? Первое, у вас должна быть клюшка гибкая. Гибкость пишется здесь на клюшках 70 флекс. То есть, если вы 80 кг, берите 70 флекс. Если вы 100 кг, берите 90 флекс. То есть, на 10 пунктов ниже, чтобы прогнуть клюшку. Если я, например, вешу 80 кг, 100 флекс, я не прогну как следует. Следующий момент. Отводим назад, аккуратная подбивка вперед и вкладываемся в лед, именно в лед. Затем нужно весь импульс передать шайбе. Отвели. Мягкое движение и затем резкое взрывное движение по шайбе. Раз. И по шайбе ударяем. По поводу инвентаря. У клюшек есть разные точки прогиба. Самая нижняя точка прогиба у вайпера. Средняя S идет. И сверху идет точка прогиба у Nexus. Каждый выбирает себе по душе. Особо бросок не изменяется от этого. И последний ключевой момент. При броске под щелкиванием бросаем. И обязательно взрывное кистями движение. То есть закрыть. Это придает и точности, это придает силы броска. Хват клюшки 40% от всей длины. Не 30, как при броске, не 60, как при щелчке, а именно 40. Оптимально. Шайбочку вперед. И подталкиваю ее. Момент броска, посмотрите, должен быть на уровень носков. Это самая максимально пиковая точка для удара. С вами была хоккейная школа Ice Day. Меня зовут Остапа, я тренер. Используйте, пробуйте, добавляйте. Приходите к нам на занятия, смотрите прошлые видео. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Through the